Следующий метод решения нелинейных уравнений – это метод секущих, или метод Хорд. Идея этого метода заключается в том, что, как и в методе половинного деления без секции, мы уменьшаем исходный отрезок АВ и получаем стягивающуюся последовательность отрезков. Но отличие заключается в том, что в методе Хорд берется не середина отрезка, а определяются отрезки следующим образом. У нас есть функция f от x на левом графике или на правом графике. Мы соединяем или стягиваем точки с координатами АФА и БФБ уравнением прямой, или Хордой, которая элементарно, математически определяется, выражается с помощью линейного уравнения. Точка пересечения этой хорды с осью ОХ является результатом первого шага. Получаются два отрезка АХ1 и второй отрезок Х1Б. Определяем, на каком из этих отрезков функция имеет разные знаки. Тот отрезок и берем для дальнейших расчетов. Из первой фигуры мы видим, что корень находится на отрезке АХ1. То есть вот здесь. И второй на отрезке АХ1Б. То есть вот здесь. Далее проводим следующую прямую и находим точку АХ2 и так далее. То есть мы из точки АХ1 подняли перпендикуляр, или подставили величину Х1 в функцию Ф от Х и нашли тем самым Ф от Х1. И значение функции в этой точке. Из этой точки с координатами Х1, Ф, Х1 мы провели следующую форму. И вот точка пересечения это Х2. Ну и так далее. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока точка пересечения не приблизится достаточно близко к корну. нелинейного уравнения. Как мы видим из данного рисунка, из левого рисунка, у нас приближение к корню идет справа налево. То есть корень это Х со звездочкой, а нулевое приближение, нулевое приближение. Это точка Б. Х1 это первое приближение, Х2 второе, третье и так далее. На втором рисунке же мы приближаемся справа, слева направо. То есть точка А это нулевое приближение. Далее идет Х1, Х2, Х3 и так далее. Почему так? Потому что здесь разные функции нелинейных уравнений. Они имеют разный характер. И внизу записаны условия, при которых будет сходиться к корню, решение будет сходиться к корню, либо справа, либо слева. Значит мы смотрим на величину, на знак, извините, на знак функции в точке А, в точке А, и на знак второй производной функции в точке А. Если это произведение больше нуля, тогда у нас нулевое приближение, это точка Б. И схождение будет идти справа налево. Если же это произведение меньше нуля, тогда нулевое приближение, это точка А. И схождение будет слева направо. Далее. Уравнение прямой, о которой я говорил, можно определить следующим образом. То есть мы сейчас с вами разобрали только геометрический смысл. Теперь поговорим о математическом части. Значит рассмотрим с вами вот эту хорду. Выделили хорду. Нам известны координаты ее концов. А, Ф, А, Б, Ф, Б. И рассмотрим два прямоугольных треугольника, которые образуются этой хордой и координатами. Вот этот большой треугольник. Мы в нем все знаем. Знаем. В нем все стороны можем выразить через координаты, все катеты. И вот этот маленький, который заштрихован в виде сот. Чилиных сот. Соотношение катетов этих двух прямоугольных треугольников равное. То есть вот этот катет, прилегающий к этому углу. Вот этот маленький катет соотносится к большому катету второго треугольника, так же как противолежащий катет соотносится к противолежащему катету большого треугольника. Вот это соотношение. Оно и записано в этом уравнении. Но это уравнение, в общем-то, оно известно из курса математики. Это уравнение прямой. Отсюда можно выразить вот эту координату y. y это вот текущее значение вдоль прямой. То есть изменяется, если мы будем изменять значение текущей x от а до b, то меняться будет y. Выразим y. И теперь мы говорим о том, что мы же ищем с вами координату вот этой точки, а в этой точке x мы не знаем. Но мы знаем, что y в этой точке равен нулю. Поэтому приравниваем y к нулю. И тогда вот этот x у нас становится x1. То есть это будет первое продвижение. И выражаем отсюда x1. И у нас получается вот такое вот уравнение. x1 выраженное через координаты точек. Ну, у крайних точек координаты. Далее рассмотрим два случая. Первый случай, это когда у нас произведение функции слева на вторую производную больше нуля и меньше нуля. Значит, если у нас это произведение больше нуля, то, как я и говорил, у нас нулевое приближение это точка b. То есть x нулевое это b. Или b равно x нулевому. Тогда берем наше уравнение. Вот это вот. И везде, где есть точка b, здесь, здесь, подставляем x нулевое. Сюда и сюда. Это будет первое приближение. Ну, отсюда можно сделать вывод, что общее уравнение для первого случая это вот x, k плюс первой итерации определяется вот таким условием, где здесь вот x на ката итерации. Вот здесь тоже функция от x ката итерации. Во втором случае, когда произведение меньше нуля, тогда у нас нулевое приближение это равно значению левого края, координаты левого края, координаты по оси левого края. x нулевое равно a. Тогда везде, где у нас в уравнении, вот в этом общем уравнении a, подставляем x нулевое. Подставляем x нулевое. То есть вот сюда x нулевое будет, здесь будет x нулевое, здесь x нулевое и здесь x нулевое. Тогда общее уравнение для ката плюс первой итерации это вот будет x к, здесь все мы получим. То есть прежде чем приступить к выполнению задачи, вы должны проверить на левом краю, как у вас вот это произведение функции и второе производное с левого края больше нуля или меньше нуля. Если вы не произведете этот анализ, тогда вполне возможно, что вы, ну тут 50 на 50, выберите не ту форму. То есть процесс, если требуется первое уравнение, вы будете пользоваться вторым, то процесс сходиться не будет, вы будете уходить от выключенной корни. Ну что здесь необходимо отметить в данном методе? что этот метод, ну, имеет такое преимущество, что на функцию не накладывается никаких ограничений, ну, кроме ее непрерывности. И условие, что она на рассматриваемом интервале знакопеременная. То есть функция с левого и правого края имеют разные знаки. Вот, в общем, весь метод. Ну, а дальше давайте рассмотрим с вами численное решение, примера в маткаде праве. Давайте с вами решим нелинейное уравнение методом секущих. Обычное квадратичное уравнение с границами a-2 и b равно 10. Давайте первым делом найдем значение функции в этих точках. Мы видим, что значения имеют разные знаки. Значит, на данном интервале находится корень. Уточним. Для того, чтобы его уточнить, мы должны знать, какой формулой мы будем пользоваться. То есть у нас приближение будет справа к корню или слева. Для этого найдем вторую производную от данной функции и определим ее знак в точке a. Положительная или отрицательная. Значит, давайте обозначим эту функцию, вторую производную, как dd, то есть два дифференциала от функции по x. Заходим в математику раздел, дальше операторы и производная. Здесь ставим переменную. Вторая производная и от руки набираем от x. И курсор справа. Справа. И на специальные операции аналитические преобразования. Ну или горячая клавиша, он контр, плюс, ну честно говоря, запомнить это очень сложно. У нас получается значение равное 2. Ну, в принципе, здесь уравнение второй степени, поэтому, если первая будет производная, то это будет 2x плюс 3. Вторая производная остается 2. Вот, поэтому, ну, положительная. Положительная. Теперь давайте перемножим эти две функции. Найдем знак. Ну, понятно, что 12 на 2 это минус 12 на 2 это минус 24. То есть, у нас произведение слева функции на вторую производную величина отрицательная. Поэтому, мы должны воспользоваться вторым уравнением. То есть, у нас будет стягиваться решение слева направо. Слева направо. То есть, x нулевое это будет точка А. Возьмем вот это вот уровень. как шпаргалочку записываем сюда, x нулевое индекс 0 и так же математика нижний индекс 0 и говорим, что это у нас А. Что это у нас А. Давно А. Или даже наоборот А равно x нулевому. Вот так. мы должны А нам известно. А это x нулевое. Вот так. Правильно? А, не. Наоборот. x нулевое это А. А у нас определено x нулевое мы сейчас определили. Тогда x первое тогда x первое равно x нулевое и вот вот этой формуле от x нулевое от x нулевого здесь у нас x нулевое и умножаем x нулевое минус x нулевое уравнение готово работ далее мы подкорректируем здесь ароматирование формул здесь и птичную лучи поставить и деньги там 5 знаков далее копируем давайте сразу невязку найдем опцион математики символы модуль оператору тоже надо задать здесь десятичные вот такая большая погрешность перекопируем и меняем теперь индекс на единицы больше б мы не трогаем только x есть ну вот потихонечку-потихонечку приближаемся к какому-то ну вот за счет того что мы выбрали слишком большой интервал на котором нужно уточнить кое десятка 10 слишком много за это у нас большое количество итераций я сделал 11 итераций и только одну тысячную с точностью одной тысячной пользуйте одной сотой лишь одной сотой делал но я уже дальше не буду делать до одной тысячной потому что это мне еще пару десятков можно будет сделать этих итераций вот ну а методика то же самое то есть как вы видите скажем последующим шагом у нас значение все ближе 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 к двоечке здесь значение должно быть два два точка вот вот и все данный пример решу спасибо